К чему снится моча? Моча – это источник информации, который мы можем получить. Может быть, источник некоторых долей эмоций. Опять же, это как вода, но с более углубленным смыслом. То есть информация более углубленная, чем вода. Вода тоже связана с информацией и эмоциями. Моча идёт более конкретно. Может быть, даже связана... Моча – она не просто вода, она та вода, которая побывала или в животном. Или в человеке. Если это моча самого человека, значит, информация идёт про самого человека. Опять мы смотрим, чья моча. Если самого человека, если он видит, что он, например, хочет сдать мочу на лабораторный анализ, врачебный анализ, значит, здесь большая вероятность болезни. Диагностика какая-то должна быть. Это может быть, снится именно связанное с заболеваниями. Поэтому проверить надо обязательно, хотя бы сдать анализ. Это не обязательно анализ мочи. Это может быть анализ крови, анализ какие-то другие диагностирующие вещи пройти. Это медицинский символ, который идёт. Если это связано с мочой животного, значит, подключаем к информации животных. Животные связаны, например, если это кот. Кот – символ семьи в основном. Значит, это информация, более углубленная информация про животных. Если животное просто у вас в доме написало, например, и вы вступили в эту лужу, то тут неизбежно может быть информация о скандальчике. Почему? Потому что это не очень приятное известие, когда вот кто-то может написать у вас из животных, например, это к скандалу может быть. Если это собака, будем говорить так, вы видите мочу собаки, что она пописала, то это, как правило, или информация о вашем друге может быть, или информация о вашем любовнике. Очень часто женщина видит мужчину и символизирует ей любовника, друга, который практически как любовника, который достаточно серьезный любовник, с которым у нее может что-то получиться. Поэтому собака часто иногда снится не только к друзьям, но может быть иногда и к родственникам, может быть иногда к родственникам, к дальним родственникам. Если, например, вы видите мочу ребенка, ребенок пописал, и все остальное информация, которая будет касаться вашего ребенка или вашего дела. Если для бизнеса, то с бизнесом связано, если вы любите свой бизнес, то эта информация может быть связана с вашим любимым делом, которая информационная вещь. Опять смотрим дополнительные символы, если там есть символ денег, значит какой денег, если деньги упали, значит не очень приятные, они находятся на полу, значит это потери могут быть. Если деньги вы где-то открыли, там достаточно большую сумку открыли, там доллары лежат, значит вполне возможно, что информация показана вам на то, что эти деньги к вам скоро вот-вот придут. Это информационная вещь. Опять надо смотреть, где вы мочитесь, в своем туалете, это значит информация про ваш дом, если это общественный туалет, значит информация идет по общественному туалету. Женщине приснил сон, она ждала на побывку своего сына, когда он придет с армии, и ждала, когда придет приказ. Долго ждали, но тем не менее. Этот сон пришел, ей приснился сон, что она заходит в общественный туалет, туалет замороженный, моча вся замороженная, поэтому, но когда она вошла в туалет, потом она стала выходить, уже пошла некоторая оттепель, то есть вот именно вот в этом вопросе. И тогда человек, когда он через несколько дней, пришел приказ о том, что уже дембель должен быть. Сын позвонил ей и сказал, что уже дембель. То есть это общественный туалет, это общественная информация идет в этом вопросе. Если вы видите, например, грязный туалет, очень грязный, замызганный, то есть и каловые массы есть, и все остальное, то есть в туалете что может быть? Если бумаги валяются, вполне возможно, что это может быть какой-то или дефолт может быть, или наоборот, что-то очень хорошее, но обычно каловые массы, они связаны с деньгами. Если очень грязный туалет, очень грязный, это не только каловые массы и моча. Моча – это информация, информация о деньгах и о каких-то бумагах. Плюс-минус смотрим дополнительные символы в этом. Вплоть до того, что если человек видит себя, будем говорить так, без штанов, с голым задом, значит, это будет ему на низ. То есть, значит, может быть где-то вот была такая информация, информация, даже не информация, я знаю, что были банки, которые обанкротились, и была страховочка, небольшая страховка, у кого большие были вклады, они сгорели просто-напросто. Вот это тоже, может быть, именно к этому символу. То есть, это через какое-то время вам как бы предупреждение идёт об этом. Если больной человек пьёт во сне мочу, есть такая уринотерапия. Это значит, говорит о том, что вполне возможно, что человек скоро исцелится от своих недугов и может прожить достаточно долгую жизнь. Если, вот как мы говорили, моча в квартире у вас от кота, собаки, всё остальное, это на полу. Пол связан всегда с негативом. Поэтому, какая бы уже не была моча, какая-то информация, это о неприятностях, о родственниках, о друзьях, о внутри семьи. Вот эти все эти вещи есть. Поэтому моча, опять повторю, это информационная вещь, конкретная, больше идёт информация, идёт. Опять смотря, для кого и как. Если своя человека, да. Если может показать, будем говорить, информацию, информацию, если это моча, например, вашего знакомого, смотрите, это знак. Знак в какой сфере может проявиться какая-то ваша информация. Позитивно-негативно. Смотрим по разным символам. Вернее, дополнительным символам.